Здравствуйте, в студии Михаил Тишин. Сегодня мы поговорим с главным оппозиционером и кандидатом на пост премьер-министра Казахстана. С нами на связи Мухтар Аблязов. Рад приветствовать вас, Мухтар Кабулович. Здравствуйте, Михаил. Я тоже рад присутствовать в вашей студии и отвечать на вопросы ваших подписчиков. У нас есть ряд вопросов, которые особенно волнуют наших телезрителей. Итак, приступим. Нашим зрителям ясно, что отставка правительства не принесет народу Казахстана никаких перемен. Но что-то все-таки изменится. На ваш взгляд, что именно? Отставка правительства действительно ничего такого полезного не может дать для нашего народа, потому что министры, премьер-министры, они ничего не решают. Это кукла Назарбаева. Назарбаев как бы жертвует, жертвует. И здесь надо понять, чем и во имя чего жертвует. На самом деле ситуация такова, что Назарбаев испугался. И нам это надо осознать. Нам, народу Казахстана. Он очень сильно испугался. И он пытается погасить пар народного гнева, пожертвовать своим министрами, правительством и обратить внимание, как он напуган. Как он отправляет подставку правительству? Он говорит очень невнятно, что вот ребята хорошие, правительство хорошо работало. При этом, он говорит, не справились с ней социально-экономической обстановкой, не добились диверсификации экономики, вообще ничего. То есть, вы видите противоречие на султан Назарбаева? Вроде ребята хорошие, но что-то ничего не смогли сделать. А почему не успели сделать? Кто их назначал? Кто совсем недавно хвалил это правительство? Ну, султан Назарбаев. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он в растерянности. А почему он в растерянности? Потому что сейчас по всей стране прокатились материнские протесты, прокатились протесты возмущенных тех людей в Женозене, которые не имеют работу. И он испугался. И вот в чем суть его реакции, когда он отправил подставку правительства. Он начал отступать и бояться гнева народа. И в этом смысле будут действительно серьезные перемены, потому что наш народ осознал и осознает свою силу. И это давление на Назарбаева необходимо усилить. Усилить так, чтобы действительно произошли перемены. Те самые перемены, которые наш народ ждет уже 30 лет. Многие из вас верили Шалу, верили его обещаниям. И теперь вы понимаете, что он ничего не сделает. И вот, собственно, что даст народу эта отставка правительства? Она даст уверенность в своих силах и даст уверенность, что мы добьемся успеха и добьемся перемен. И просто нужно оказывать все больше и больше давления на этот режим. И мы добьемся успехов, как добился успехов народ в Армении. 27 февраля Нур-Атан проводит свой съезд. Как Назарбаев использует эту площадку? Произойдут ли на съезде партии знаковые события для политической жизни страны? Как вы думаете? 27 февраля будет 20-летие партии Нур-Атан. И, как вы знаете, традиционно, когда Нусултан Назарбаев назначает свои съезды, он ждет золотого дождя от народа, что вот все его хвалят. На съезде, как вы знаете, находятся обычно всегда поэты, которые рассказывают сказки, что Нусултан Назарбаев вообще спустился с небес, что его бог вот специально для Казахстана отправил для счастливой жизни наших граждан. Вот чего он ждал, чего хотел, чтобы провести свой 20-летний съезд Нур-Атана, ввести в члены полицовета свою дочь Даригу Назарбаеву, чтобы затем ее назначить президентом, оставаясь в роли председателя Совета национальной безопасности и продолжая контролировать власть. Вот чего он хотел. Но к чему он пришел? К своему 20-летнему съезду партии Нур-Атан. Он пришел с позором. Накануне этого съезда он отправляет в отставку своего правительства, которому он как бы доверял. Представьте себе, это вообще беспрецедентный случай. Он проводит такой торжественный 20-летний съезд партии, ожидая похвалы, и накануне всего прочего он вынужден под давлением народного гнева отправить в отставку правительство. И поэтому, что называется, ложка дегтя уже вброшена. 27 февраля протестующие выйдут именно к офисам партии Нур-Атан. И не будет золотого дождя, не будет любви народа. Будет только любовь так называемых подставных лиц, которые приедут на съезд Нур-Атана по команде на султан Назарбаев. Но за стенами, за стенами их офиса будет гнев народа. Что он хочет на этом съезде сделать? Он хочет в очередной раз попытаться обмануть народ. Первое. Он на этом съезде будет устами своих заместителей говорить, что есть программа 20-30, и он еще 11 лет хочет продолжать рулить страной, но в должности председателя Совета национальной безопасности. Вдумайтесь. Он 30 лет обманывал наш народ, и он хочет еще 11 лет продолжать проводить ту самую политику. Политику обещаний, лжи, репрессий против своего народа. Это первое. Второе. В связи с тем, что он почувствовал гнев народа и понял, что это может привести к полной смене режима, соответственно, наказание его, как главного преступника страны, мафиози, который ограбил нашу страну, он сейчас испуганно будет стараться раздать какие-то подачки, брать деньги из Национального нефтяного фонда, того самого народного нефтяного фонда, из которого он каждый год ворует минимум по 10 миллиардов долларов, запихивает в свои банки и крадет их. Он из этого Национального фонда постоянно крадет миллиарды долларов, распоряжаешь национальным фондом страны, как кошельком, своим личным кошельком. И обратите внимание, что этот национальный фонд, он тратит так, как считает нужным. А именно во всех ведущих странах мира, деньги страны должны быть под контролем народа. Не один человек, не бывает такого, чтобы один человек распоряжался деньгами страны. И вот он теперь таким жестом красивым хочет взять деньги из Национального фонда, распоряжаясь, обратите внимание, один сам, и начать пытаться решить какие-то проблемы. Вот, собственно, что он хочет сделать. Он в очередной раз хочет обмануть народ, хочет добиться, чтобы его семья продолжала властвовать, он хочет интегрировать на позицию президента страны своей дочь Даригу Назарбаеву. И чтобы все это было поддержано народом, он хочет раздать какие-то деньги, которые через короткое время опять обесценятся за счет инфляции, за счет того, что снова поднимутся тарифы на тепло, электринергию, и все прочее. Это будет очередной обман. Вот, что хочет он добиться на этом съезде. Запудрить мозги десятый раз за тот период, когда он десять раз менял правительство страны. Часто встречаются вопросы, что изменится с приходом к власти правительства ДВК. Получается, придут олигархи, простой народ от этого не выиграет ничего. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы пояснить, что многие не очень четко понимают, что такое олигарх, и путают богатых людей и олигархов. Так вот, что такое олигарх? Это есть классическое определение, можно в интернете почитать. Олигарх – это тот человек, который при помощи власти, посредством власти достигает богатства. Так вот, давайте мы поймем на конкретных примерах, кто такие олигархи. Олигарх – это Назарбаев, который посредством власти, через власть получил гигантские богатства. Его личное состояние оценивается свыше 200 миллиардов долларов США. Человек, который никогда не работал в бизнесе. Вот именно он классический олигарх. Возьмем его помощника, управляющий делами Булата Утимуратова, который сейчас как бы бизнесмен. Все свои миллиарды, которые он как бы заработал, он их получил на должности управляющими делами президента. То есть он через власть, используя властные полномочия, используя власть, Нурсултан Назарбаева стал миллиардером. Вы все должны понимать, что на самом деле он подставное лицо Назарбаева, и он миллиардер, находящийся в непосредственной близости к Нурсултану Назарбаеву. То есть он свои богатства заработал через Нурсултана Назарбаева, во-первых. Во-вторых, вы все должны знать, что Назарбаев делит с ним бизнес соотношений 50 на 50. Форт и Банк, там все прочие эти банки, эти банки Назарбаев владеет вместе с Утимуратом 50 на 50. А теперь посмотрим на некого олигарха-бизнесмена, Машкевича, Ибрагимова, Шадиева. Это как бы иностранные бизнесмены, бывшие советские граждане, сейчас они граждане Бельгии, Израиля, России и все прочее. Так вот, они вроде никогда не были при власти, но это классические олигархи, которые через Назарбаева, через его власть разбогатели. Они присвоили гигантские богатства страны, заводы, стоимость которых составляла более 20 миллиардов долларов США. Это все государственные предприятия, ферросплавные, феррохромные, электространции, алюминиевые заводы, рудные предприятия, как Соколова-ССГПО, перерабатывающие объединения, рудные. Так вот, эти все предприятия бесплатно украдены у государства, забраны, попали в собственность этой группы, Машкевича и всех прочих, евразийская группа. Назарбаев с ними сидит доли, и вот они разбогатели не потому, что они умные и талантливые, а потому, что они украли государственную собственность и через эту власть разбогатели. Вот кто такие олигархи, понимаете? Богатые люди, те, которые заработали вследствие своего таланта, ума, мы знаем на слуху много имен, как, например, Билл Гейтс или еще кто-то в Америке. Эти богатые люди заработали свои деньги в результате своего таланта и умения. Поэтому все должны понимать, что олигархи, это сам Назарбаев, его ближайшее окружение, которые используют государственную власть, стали богатыми и олигархи сейчас у власти. Они не придут когда-то, они уже сейчас у власти. И самый главный олигарх это Назарбаев, его зять Тимур Кулебаев и его помощники, самые ближайшие, те, которые работали во власти или ходили около власти. И все-таки вернемся к олигархам. Вас тоже считают представителем крупного капитала, а народ не любит богатых. Существует устойчивый миф, что богатые это враги бедных. Тогда в чем смысл вашей борьбы? Я хотел бы напомнить, что я сам был бедным. Я был, как все граждане Советского Союза, бедным, не имел жилья, жил долгие годы в общежитии. И поэтому я не являлся или не являюсь тем самым представителем олигархом, который заработал свои средства за счет власти. Более того, я начал свою деятельность как бизнесмен в начале 90-х годов и сумел стать богатым человеком до того, как пришел во власть, а именно на должность министра. И поработал всего полтора года. Если говорить о моих богатствах, то все, что делала власть, она все время меня отбирала. Я зарабатывал на рынке в бизнесе, а эта власть отбирала. Назарбаев у меня отбирал бизнес, когда я работал в 95-96 году в сахарном бизнесе, меня оттуда выгнал, нанес убытки. И таких примеров много. То есть работая в правительстве полтора года, я не нуждался в никаких деньгах, меня невозможно было подкупить, потому что мне это не нужно было. Я работал на страну, я хотел изменить страну, я хотел построить сильную и независимую страну. И тогда в правительстве было немало таких людей, думающих, как я. И вот в чем отличие. Мы заработали свои капиталы трудом, мы заработали с нуля, будучи сами бедными, выйдя из народа. А эта политическая верхушка, так называемая олигархи, они все свои деньги заработали при помощи власти, посредством власти. Они не заработали эти деньги, они украли у народа, они украли у страны. Вот в чем наше отличие. И когда мы говорим, что богатые люди могут прийти во власть, я считаю, что это было бы очень хорошо. Потому что богатым людям, которые заработали деньги сами, сами с нуля поднялись, им не нужно брать взятки. Их цель поднять страну, сделать богатыми всех наших граждан. Сейчас существует существенное разделение между богатыми и бедными. Основная часть населения у нас богатые или нищие. И поэтому эта ненависть в сторону богатых людей, она на самом деле существует в виде понимания того, что эта политическая система несправедливая. И мы все понимаем, что в основном эти богатые люди, которые сейчас есть, они украли деньги у страны. Это олигархи действительно, которые свои богатства заработали через эту власть. И какая-то не очень большая прослойка, которые действительно заработали эти средства в результате своего труда, в результате своего таланта. И наша цель сделать, чтобы народ был богатым, а не нищим. Мы не хотим, чтобы была прослойка супер богатых и остальная часть нищая. Наоборот, мы хотим, чтобы все были обеспеченными и достойными гражданами страны. Вот наша цель. На самом деле, нынешняя политическая система, когда вся власть принадлежит Нурсултану Назарбаеву и частично его ближайшему окружению, приводит к тому, что нет инакомыслия, нет конкуренции, нет конкуренции именно в политике. Это приводит к тому, что существует одна правда. Правда Нурсултана Назарбаева. И она заключается в том, что в итоге его монопольная власть приводит к тому, что он начинает контролировать всю власть в экономике и формируются крупные монополии. И все богатства страны в результате такой модели управления переходят именно к нему лично и к его ближайшему окружению. Это в итоге приводит к тому, что основная часть населения бедная или нищая, а богатыми является политическая верхушка во главе с султаном Назарбаевым. То есть, при такой власти всегда будет гигантское расслоение общества, всегда будет коррупция, всегда все богатства страны будут утекать в руки того, кто контролирует власть. Именно при такой политической модели. Что будет при работе правительства демократического выбора Казахстана? Во-первых, мы ликвидируем должность президента. Во-вторых, мы поставим под контроль народа правительство демократического выбора Казахстана или любое другое правительство. Каким образом? Депутатов, во-первых, будет избирать народ. То есть, у нас будет парламентская республика. Депутатов будет избирать народ на открытых и честных выборах. Притом, эти депутаты будут известны каждому человеку и будут обладать определенным доверием своих избирателей. Так вот, группа депутатов в парламенте, их будет более 300 человек. Именно они будут назначать правительство. В итоге, если правительство не выполнит своих обещаний, в один день парламент в лице депутатов отправит их в отставку. Вот что получается при такой модели управления. Что это значит? Это значит, народ управляет властью. Это значит, все богатства страны, которые на данный момент существуют, они будут перераспределяться среди всего населения. То есть, не будет так, что узкая верхушка будет супер богатый, а народ будет бедный. Потому что парламент, представляющий интересы народа, эти денежные средства будет распределять по всей стране. Тогда у нас действительно вырастет средний класс, количество нищих будет фактически минимизировано. И богатых будет, если они и будут, будет узкая прослойка именно тех, кто добились всего своим трудом и своим талантом. А сейчас получается при этой политической модели, будь ты талантливый, неталантливый, неважно какой, это тебе не факт, что поможет. Но главное преимущество заключается в том, что ты должен быть при власти, с этой властью, и эти бездарные люди могут быть всегда богатыми. А основная часть населения всегда будут нищими. Вот в чем разница. Мы перестраиваем политическую модель и делаем его народной, перераспределяем. Я хочу отметить, что это не изобретение нас, демократического выбора Казахстана. Это изобретение человечества. И весь ведущий, все ведущие страны мира, как Америка, европейские страны, работают по такой модели. То есть мы переходим на другую политическую модель управления страной. Не ту, когда вся власть и все богатства принадлежат одному человеку. И напоследок, что бы вы пожелали нашим зрителям? Я хотел бы нашим слушателям, нашим гражданам пожелать оптимизма, уверенности в своих силах. И мы уже добились успеха, отправив отставку правительству. Мы добились, что Назарбаев начал отступать. Мы добились его страха. И нам нужно закреплять нашу позицию. Обедняться, выходить на акцию, на митинг 27 февраля. И тогда вы увидите, как мы очень быстрые сроки, шаг за шагом добьемся перемен и добьемся успехов. Мы действительно построим сильную страну. Мы добьемся без каких-либо эксцессов, без какой-либо драмы и войны, мирной смены власти, так, как это произошло совсем недавно в Армении. Спасибо за уделенное время. Спасибо. Напомню, что с вами на связи был Мухтар Аблязов. Главный оппозиционер и кандидат на пост премьер-министра Казахстана. С ним мы обсудили наиболее важные вопросы, интересующие казахстанцев. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Тишин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok